Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Какая составляющая мастерства шахматиста выходит на первое место на самом высоком уровне? Конечно, отличное знание дебютных вариантов, умение ориентироваться в митрешпиле и высокая эншпильная техника очень важны. Но все же главным нужно назвать умение четко рассчитывать варианты и точно оценивать возникающие в конце этих вариантов позиции. При этом, конечно, следует учитывать не только очевидные для большинства квалифицированных шахматистов материальные факторы, но и тончайшие позиционные нюансы зачастую более важные, чем лишняя пешка или даже целая фигура. Сегодня мы с вами рассмотрим очень принципиальную партию, в которой один шахматист получил лишнюю пешку на ферзьевом фланге. Но в итоге оказалось, что возникшая, казалось бы, из ниоткуда контригра соперника на противоположном участке доски позволяет ему не только получить равные шансы, но и подумать об игре на победу. Конечно, все это продолжительное вступление, которое могут оценить только истинные любители шахмат и литературного русского языка, касается сыгранной сегодня партии между чемпионом мира Магнусом Калсеном и французским шахматистом, международным игросмейстером Максимом Вашьелогравом. Это все тот же супертурнир в Биле, который после перерыва возобновил свою работу, и в седьмом туре эти шахматисты схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что в партии первого круга Магнус Калсен нанес чувствительное поражение французскому игросмейстеру, и здесь, играя черными, Максим Вашьелограв помышлял только о реванше. Итак, приступаем к разбору этой очень интересной партии. Магнус Калсен сыграл Е4, и Максим Вашьелограв сразу же показал свои агрессивные намерения ходом С7-С5. Острая социалянская защита. Это никакой испанки после Е7-Е5, и вот этих жутких, набивших оскомину в берлинских окончаниях, а сразу же вот такой открытый бой. Сильнейший ход КНФ3, Д6-Д4, взяли-взяли КНФ6, напали на пешку, защитили и А6. Конечно, сейчас на самом высоком уровне из всех вариантов социалянской защиты, вариант Найдорфа, самое популярное разветвление. Ну и здесь он тоже у нас с вами появился в этой партии. Ф3 играют здесь белые, Е5 ударяя по коню, и дальше КНБ3. Слон Е6 играют черные, слон Е3, и в этой ситуации самым популярным является ход слон Е7. Но, повторюсь, Максим Вашьелограв был настроен очень агрессивно, и он сыграл Аш5. Интересный очень ход, таким образом черные могут даже ставить короля в центре, ладью на Аш8, и дальше двигать пешку Аш вперед. Белые играют ферзь Д2, Магнус Каусен заканчивает развитие КНБ7, и далее следует ход КНД5. Давно уже известно, что в таких позициях нужно разменивать черным именно своего слона на коня белых. Взяли-взяли, дальше Ж6. В итоге черные таким образом закрыли вот эту слабость на пункте Д5, и белая пешка на Д5 уже сама может стать слабостью. Слон Е2 играют белые, слон Ж7, рокировка в короткую сторону, ну и здесь черные играют А5. Ход довольно неоднозначный, потому что после ответного А4 уж слишком ослабляется поле Б5, но Максим Машилограф здесь о слабости полей не думает. Он хочет идти вперед в атаку на короля соперника. Хотя здесь рокировки сделаны на королевский фланг обеими сторонами, но острота позиции здесь не утихает. Слон Б5 играют здесь белые, ферзь Ц7, и далее Ц4. Вся контргра черных по полуоткрытой линии С, как это часто бывает в социлянской защите, в данной позиции убивается, потому что белые захватили белые поля, и здесь вот такой вот, можно сказать, зацементированный конгломерат из пешеки белопольного слона белых. Далее черные играют Б6, в противовес пытаясь зацементировать черные поля. Белые играют Х3. Довольно интересный ход, видимо, Магнус Калсен здесь решил играть Ж4, тоже очень агрессивно. Таким образом, тревожа в дальнейшем коня, возможно, Ж4, Ж5. Понятно, что в этой ситуации обозначить слабость поля Ж3 черным не удастся ходом Х5, Х4, потому что пешка на Х4 сама станет слабостью, поэтому здесь вашилограф продолжает программным конь С5. Сейчас угрожает взятие на Б3, поэтому нужно меняться. Ну и в противовес сопернику Магнус Калсен меняет все-таки коней, и после взятия в БЦ получает преимущество двух слонов. И в этой позиции очень интересных делает чемпион мира. Уже давно было подмечено, что при движении крайних пешек, если ладьи за ними остаются на месте, чемпион мира частенько переводит ладью по третьей или по четвертой горизонтали в центр или на противоположный участок доски. И вот здесь Магнус Калсен, имея несколько неплохих продолжений, он играет ладья А3. Идея в том, что дальше он поставит ладью на Б3 и захватит по открытую вертикаль Б. Черные же ищут контрыгру на королевском фланге. Играет конь Х7, уступая место пешке Ф. Далее ладья Б3, Ф5, слон С6. Сейчас уже конкретная угроза вторжения на поле Б7, да и ладья под ударом, поэтому здесь ладья АБ8 и ладья Б5. Мастерский чемпион мира захватил отличный форпост по полуоткрытой линии Б. Ну и здесь в случае размена на Б5 появится одна из белых пешек. В дальнейшем позиция белых будет только усиливаться. Поэтому черные не спешат со взятием. Сами контратакуют слона на королевском фланге, слон Ф2. И вот в этой ситуации нужно отдать должное Максиму Шелограву. Он сделал очень интересный ход Е4. Таким образом он, конечно, создает угрозу вилке после Е4-Е3. Но мы замечаем, конечно, он жертвует пешку. Жертва пешки типично староиндийская. Заработал чернопольный слон черных. Ну и здесь белые не спешат брать этого пехотинца в центре, потому что черные как раз получают контру игру. Вот в таком варианте Ферзь Е7. Далее Ферзь Д3, защищая пешку на Е4. И здесь делается ход Ф3. Очевидно, что черные поля в центре на королевском фланге у белых ослаблены. Добавьте еще после ЖФ ход конь Ж5. И вот эти слабости на Х3 и Ф3 защитить практически одновременно невозможно. Поэтому у черных здесь полноправная контра игра. И Магнус Карлсон сюда не пошел. Он просто отошел Ферзьем на С2. И приглашает Максима Шелограва пешку Е4, который сейчас под двойным ударом находится, продвинуть вперед или же побить на Ф3. Ну, бить на Ф3 совсем без зуба, потому что в этом случае оголяется диагональ Б1-Х7 буквально бесплатно. Ну, а если сыграть Е3 напавлен на слона, то после слона Е1 все-таки слабость пешки Ж6 никак не компенсируется. Здесь образованием вот этой защищенной проходной на поле Е3. Поэтому здесь Максим Шелограв сыграл именно Ферзь Е7. Ну, и в этой позиции Магнус Карлсон сделал ход, который можно было ожидать от него с наибольшей вероятностью. Оказывается, что даже для таких шахматных универсалов, которым является чемпион мира Магнус Карлсон, стилистические особенности также играют большую роль. И здесь он верный себе решил перейти в окончание. И сыграл Ферзь бьет Е4. Ну, что делать здесь Максиму Шелограву? Забрал он на Е4, ФЕ, конь Ж5. И далее следует ход ладья Е1. Давайте мы с вами посчитаем пешки. В итоге проведенной операции белые сумели получить лишнюю пешку на Ферзьевом фланге. И контргры вроде бы у черных не видно. Но Максима Шелограва в этой позиции не покидает оптимизм. И он играет конь Ф7. Оказывается, что отыграть пешку здесь нельзя. После хода ладья бьет Б5 АБ и слон бьет Б2. Белые прорываются по центру. Они играют Е5. Слон бьет Е5. Кажется, что это совсем бесцельная жертва пешки. Но на самом деле белые здесь жертвуют еще и качество. И после слон бьет С5 получают пару мощнейших слонов. И вот эту неудержимую тройку белых пешек. Это проходные, которые впоследствии пойдут вперед и сметут все на своем пути. Здесь белые побеждают. Поэтому Максима Шелограва не идет на этот вариант. Пока что пешку не отыгрывает. И хочет перевести коня в центр на Е5. Сейчас уже прорыв Е4-Е5 не так опасен. И пешка на Б2 под угрозой. Поэтому белые играют ладья Б1. Защищая вот эту пешку. И дальше на ход конь Ж5. Магнус Калсен, конечно, понимал, что если он пойдет ладья Е1, то Максима Шелограва, скорее всего, вернется конем на Ф7. И прогресса белым здесь достичь не удастся. Поэтому белые здесь бьют на А5. И вот в этой позиции Максим Шелограв почувствовал, понял, посчитал варианты. И правильно оценил, что ему нужно внедрять свою ладью на Б3. Таким образом, он получает на одну активную фигуру больше. Что в дальнейшем очень сильно поможет черным создать контр-игру в центре и на королевском фланге. Давайте рассмотрим другие варианты. Вот такое беззубое конь бьет Е4. Ничего не дает ввиду ладья Б5. Белая ладья, сделав свое дело на А5, образовала проходную по вертикали А. И дальше белые при поддержке двух мощных слонов ведут пешку в ферзи. Здесь позиция у черных уже очень-очень тяжелая. Но если в этой ситуации все-таки забрать на Б2 вот таким вот образом, то после хода ладья Б5, слон Д4, взяли-взяли. Белые опять же прорываются ходом Е5. Тут обходятся без жертвы качества, но у белых все те же три проходные пешки. Очень мощные фигуры. Ну а пешки черных здесь далеко не убегут. Во многом благодаря связке по пятой горизонтали. Поэтому Максимов Шелограф и сыграл ладья Б3, а на ладья Б5 отошел на Д3. Ну что делать дальше? Пешка на Е4 под ударом, поэтому ладья Е1. И черный здесь играет Ф3. Оказывается, что вот в этой ситуации контраград черных на королевском фланге вполне компенсирует недостающую пешку. И возможно в этой позиции Максим Шелограф все-таки более точно оценил возникающее положение, когда он отдавал пешку чемпиону мира Магнусу Карсену. Аж 4 играют здесь белые. Конь отходит на Ф7. В дальнейшем соперники делают серию единственных ходов с обеих сторон. Ну и этот форсированный вариант у нас продолжается таким образом. А5, конь Е5, А6. Пешка идет вперед, Ферзи, но черные играют ладья Д2. Максим Шелограф не боится превращения пешки на поле А8. У него своя игра на королевском фланге. А7. Дальше ФЖ. И вот в этой позиции у Карсена было два пути. То ли поставить Ферзя на поле А8, что он и сделал в партии. То ли сыграть ладья Б8, перекрывая восьмой горизонталь с идеей поставить Ферзя уже здесь без особых проблем. Но здесь черные в итоге получали приемлемое окончание с разноцветными слонами. Конь Ф3. Шах. Единственный ход. Король Ж2. Забрали. Ввиду связки слона коня бить на Е1 нельзя. И здесь король должен отходить на Ф1. Если отступиться и пойти на Ж3, то белый король получится получить мат. Вот в таком варианте. Король Х3. Ладья Д3. Ну и дальше после взятия просто добираются здесь черные фигуры до белого короля. Вот в таком варианте. Поэтому обязательно король Ф1. Мы понятно ладьей с Ф8 бить слона не можем, потому что ладья связана. Нужно бить другой ладьей. Шах. Король Е1. И здесь король Х7. И белые в этой позиции не могут сразу превращать пешку, потому что черные просто матуют. Ладья Ф1. Король Е2. Ладья В8. Ф2. Именно для этого король отошел на Х7, чтобы развязать эту ладью. Далее король Е3. Слон Д4. И вот такая вот красивая матовая картина. Но, конечно, этого бы не случилось в данном варианте. Просто белые бы побили на Ф8. Нужно бить ладьей. Взяли. И дальше получается вот такой размен. Очень интересная ситуация. Конечно, можно сразу шлепнуть на Б2. Но лучше сыграть слон Ф6. Имею ввиду взятие на Х4. И образование очень сильных связанных проходных на королевском флаге. Вот здесь непонятно, удалось бы Магнусу Калсену спастись или нет. Но понятно, что такой сценарий его не устраивал. И он сыграл А8 Ф сразу. Далее. Форсированный вариант продолжился. Конь Ф3. Король Ж2. Конь бьет Е1. Снова нельзя бить коня ввиду связки. Отошли. И здесь бьем ладьей с Д2 на Ф2. Король побил коня. И в этой позиции понятно, что если просто давать шахи, то белый король убежит. Поэтому нужно просто бить на Ф8. Дальше интересная очень ситуация. Обе ладьи черных под ударом на А8 и на Ф2. Какую из них нужно бить? Нужно бить ту, которая более активна. То есть ладью на Ф2. И вот с контрольным сороковым ходом Магнус Карлсон забрал ладью. Ну а Вашьелла Граф сыграл ладья Ф8. Таким образом соперники миновали контроль. И получился очень интересный Эншпель. Разноцвет при ладьях. Заметим, что лишняя пешка белых сохранилась. Но активность черных фигур здесь полностью компенсирует материальный урон. Белые здесь сыграли король Е2. Ладья Ф4. Двойной удар. Ну и здесь Магнус Карлсон понял, что нужно играть активно. Так как фигуры белых как-то немножечко вот так находятся в стороне от главных событий. И в Б4 игра чемпион мира. Дальше взятие. И в этой позиции прорыв в С5. Сильнейший ход. Если забрать на Б4, то черные получали уже здесь перевес. После взятия и дальше ладья пьет А4. Связка по четвертой горизонтали не дает белым сразу же образовать проходную пешку. Ну а черные пешки на королевском фланге очень сильны. Поэтому чемпион мира и сыграл С5. В этой позиции уже черные демонстрируют точность и играют слон Е5. Защищая пешку. В то время как взятие. Это немедленное взятие на С5. После Д6 его к позиции с инициативой у белых. Так как у них уже очень сильная проходная на шестой горизонтали. Поэтому Вашилограф сыграл слон Е5. Произошел размен. Далее следует ход король Д3. В этой позиции черные вполне могли побить пешку на А4. Положение оставалось по-прежнему равным. Но Максим Вашилограф решил пока что ладью с Ф4 не убирать. Сыграл король Ф7. Далее Каусен пошел ладья Б6. И соперники после вот этих всех треволнений решили все-таки повторить позицию. Слон С5, ладья Б5, слон Д6, ладья Б6. Равное положение. И в этой позиции соперники заключили мир. Вот такая очень боевая принципиальная партия. Максим Вашилограф пошел на чемпиона мира с открытым забралом. С помощью острой сицилианской защиты хотел смутить своего выдающегося соперника. Но Магнус Каусен не дрогнул. Посчитал все варианты. Ну и в итоге получилась закономерная ничья. Очень интересная партия. Надеюсь, что она Вам понравилась так же, как и мне. И заслужила Вашего лайка. Также не забывайте оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Ну и конечно ждите новых обзоров партии супер турниров Биле. Потому что турнирная интрига закручивается еще интереснее. Дело в том, что пока Магнус Каусен делает ничью за ничьей. Победы штампует Шахер Мамедьяров. И у него сейчас уже 5,5 очков. И он на 1 очко опережает чемпиона мира. До финиша осталось не так много туров. Поэтому, конечно, мы с Вами с нетерпением ждем развязки этого очень интересного соревнования. Но я благодарю Вас за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok